С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте, понедельник. У нас начинается новая неделя и, как всегда, мы стараемся хорошим настроением, с хорошими людьми, с хорошими интересными встречами. Этим, в общем-то, и характерно начало всего. У нас есть начало, это понедельник, у нас есть передача «Контакт по понедельникам», и у нас есть гости, гости, которые всегда нас заряжают какой-то творческой энергией, и нам хочется после этого многое-много успеть сделать. У нас сегодня гость издалека, гость из Белоруссии. Там само слово уже, когда мы говорим «Белоруссия», мы уже знаем, что это место, которое в последнее время очень много привлекает внимание средств массовой информации. Мы говорим много о том, что в Белоруссии вот что-то происходит, не происходит, хотелось бы, как бы происходило. А вот тут у нас есть живой человек из Белоруссии, но и не просто живой человек, это человек-художник. Ну, художник – это человек, который воспринимает все намного острее, намного интереснее, намного объемнее. И человек, который сегодня наш с вами гость – это Матвей Басов, художник из Белоруссии. Художник интереснейший, художник глубокий, художник, который имеет свое видение мира и свое отношение. Поэтому у нас с вами сегодня надо успеть в течение часа познакомиться с художником, с работами, и познакомиться с человеком, который творческий человек, который живет сегодня в Белоруссии. Вот все это мы и постараемся с вами успеть сделать. Матвей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Как вам поживается в Нью-Йорке? Вам нравится Нью-Йорк? Ой, я обожаю Нью-Йорк. Я вообще люблю Америку. Я сюда часто приезжаю, и мне очень нравится. Вообще Америка мне очень нравится. А Нью-Йорк – это центр вообще мирового искусства. Да, но вот завтра вы возвращаетесь в Минск, вы улетаете. Скажите, пожалуйста, здесь у вас живет дочь в Америке. В Минске живет жена. Да, совершенно верно. Вы возвращаетесь в Минск. У вас есть ощущение, что вы едете домой? Конечно. Вы едете в свое гнездо? Конечно, я еду домой. Я люблю свой город. То есть, несмотря на то, что Нью-Йорк – столица Нью-Йорка? Знаете, я вообще считаю себя человеком мира. Мне нравится ездить, но я с удовольствием возвращаюсь домой в свой дом, к своей жене, в свою мастерскую. Я сейчас, знаете, очень в последние годы увлекся этюдами, помимо композиций. Я с удовольствием пишу с натуры, но пишу с натуры не просто списывая ее, а как бы сразу стараюсь свое настроение передать. Ну, я хотел бы, чтобы наши телезрители… Я уже знаком с вашим творчеством, мне оно очень нравится, я сразу же заявляю о том, что я ваш прочитатель. Спасибо. А вот я хотел бы, чтобы наши телезрители не просто на словах, а с вами познакомились тоже. Тогда им будет понятнее вообще наш весь разговор. Поэтому мы попросим сейчас показать картины, которые, мне кажется, очень-очень хорошо передают сам дух Матвея Басова, сам дух этого художника интересного. Пожалуйста. Пожалуйста, вот можете смотреть сейчас на экране и комментировать. Это у нас… Это Моисей. Это Моисей. Ну, прямо так, похоже, очень здорово, да? Скажите, а вот еврейская тематика – это ваша узнанная тематика? Вы знаете, да, это… Нельзя сказать, что только еврейская. Библейская. Библейская. То есть, еврейская – это, да, это моя основная тема. Я уже работаю в этой теме десятки лет. А вот Моисеева писали и до этого какие-то есть? Да, у меня Моисеева, в самом деле, десятки работ разные. То есть, это для меня такой пророк, который очень, ну, я его очень люблю. Я его очень люблю, и мне это всегда интересно. Я всегда возвращаюсь к этому. Посмотрим еще работы, какие есть у нас. Вот. А что это за работа? Это два брата, как бы, вот таких вот. Да, они похожи немножко. Это братья, верующие. Верующие? Верующие. А это у нас будет несколько этюдов, да? Это не этюдов, нет. Это такая композиция в припрыжку, как бы. А, я прошу прощения. Да, да. Это в припрыжку, это вот такая вот радость, радость природы. Вот, кстати, по ощущению, это Беларусь. То есть, я люблю очень вот эту вот, вот такую природу. И вот люди, то есть, вот видите, здесь показаны такие вот припрыжки. Но вы, как бы, вот у меня такое ощущение, что вы, ну, не делаете, как бы, изображение в лоб. Они немножко у вас, немного такое, как бы, расплывчатое, дающее возможность для воображения, да? Обязательно. Это вы даете право довоображать зрителям? Совершенно верно. Вы знаете, я, в самом деле, ведь не занимаюсь такой живописью очень подробной, как бы, чтобы было все по характеру человека какой-то там. Я обобщаю, и в то же время я добиваюсь, стараюсь добиться, чтобы это была глубина большая. Хорошо. Но это откуда-то ведь все это приходит. Вот скажите, вы выросли в семье, где люди рисовали, скажем так. Знаете, это просто так не бывает, да. Моя семья... Вот мы попросим, сейчас я подготовлю, мы кое-что покажем вам со стенда прямо, да. Вы знаете, разговоры о искусстве с раннего детства, это вообще самое прекрасное, что есть. Если это так получается в семье, если в семье любят или интересуются искусством, то дети, естественно, вырастают совсем другими, они понимают и любят тогда всякое искусство. Поэтому я рос, да, в семье художника и очень известного, Израиля Басова, которому вот в этом году 90 лет. И я надеюсь, что у нас пройдет очень на высоком уровне этот юбилей в нашей стране. Планируется выставка в Национальном художественном музее. Я надеюсь, что все это состоится. И художник этот уникальный, он вообще ни на кого не похож. Поэтому вот такая вот ситуация. Но вот вы говорите это все, говорите вы об отце. Да. Об отце. Вот у меня есть такая вот... Сейчас я поставлю вот фотографию. Вот поставим фотографию. И вверху у нас на скрипке... Это отец играет... Это еще до войны, до военной фотографии. До военной фотографии. До военной, да. Это примерно там 30... Вы выросли в еврейской семье? Конечно. У меня мать и отец, и бабушки, все-все-все-все были евреи. Это с Местиславля. Знаете, это в Беларуси есть такое, ближе к России, такой городок замечательный, который дал очень много, на самом деле, известнейших людей миру. Ведь очень многие живущие американские евреи здесь, они многие имеют корни в Беларуси. Вот вы недавно были в Вашингтоне, были на выставке своей, выставку, которую проводили. К вам подходили... Вот сейчас мы покажем следующий. Вот это ваш отец, как бы уже как художник. И мы покажем потом каталог. Вам подходили вот американцы, у которых есть корни в Беларуси? Они как-то уважают. Ну, на этой выставке нет. Но на других часто ко мне подходят и говорят, ой, я там с такого-то места, с Беларуси. Ну, он на русском уже потерял русский. Но отец его, допустим, было или мать оттуда, или оба. То есть выходцев с Беларуси очень много и очень известных. Потому что я еще хотел бы сказать, что Беларусь, в самом деле, дала столько миру замечательных имен. Я не знаю, могу даже несколько назвать. Это Сутин, это Шагал, это Пен. Он, понимаете, это просто... Я не называю еще сотни замечательных художников. Просто нам не хватит передать. Сколько было лет вам, Матвей, когда вы начали рисовать? Пять лет. Вот сейчас мы показываем картины вашего отца. Да. Вот вашего отца картины. Скажите, пожалуйста, вам нравится его? Я обожаю его. И не только я. Это художник уникальный, которого еще надо раскрывать и надо показывать. Я обратил внимание, кстати, на то, что вот... Вот мы только что показывали картины, мы будем ее показывать еще, там, другие. У вас очень часто присутствует два. Два силуэта, два человека. Я бы хотел еще раз, на одну секундочку, покажите, пожалуйста, вот эта вот картина, которая у нас чуть-чуть... Вот, да. Я хочу сказать, что... Вот, чтобы не блестяло. Вот. Мне кажется, у отца тоже много-много вот как бы индивиду... Пары, скажем так. Два человека, два человека, два человека. И у вас два человека. Скажите, вот мне всегда, ну, казалось, интересно, что вы взяли от отца? У вас есть ощущение, что вы взяли от отца? Знаете, мне такой вопрос, естественно, задают. И, ну, специалисты уже эту тему как бы разобрали для себя. Вот. А вы ощущаете? Специалисты – это одно, а внутреннее... Знаете, знаете, конечно, я взял эту культуру и воспитание, и любовь к музыке, и любовь к живописи. Потому что это были разговоры часами, он мог рассказывать и говорить об этом. И мы с братом сидели, всегда слушали, это нам было... Вот такой мы среди воспитания. А чем брат занимается вас? Ну, он бизнесом занимается. Он не стал художником? Он не стал. И не рисовал? Хотя рисовал. Рисовал. Он рисовал, правда, карандашом, но, как отец всегда рассказывал мне, он очень хорошо рисовал, он грамотно, говорит, рисовал. То есть это... Это хорошо. Это его настораживало. Да. Ну, то есть он карандашом делал, и больше цветом он не работал. И как-то это прошло, видимо. Я был маленький, я не помню. А брата много старше? На три года почти. А, то есть... Да, ну, он был чуть-чуть старше. Есть чуть-чуть старше. Так что вот такая вот ситуация. Но культуру и брат, и я получили мы от своих родителей. Знаете, у нас была замечательная бабушка, это мать отца, которая, на самом деле, это... Она ведь бабушка Маша. Она... У нее было два сына художника. В Москве еще был график и живописец известный тоже, да, очень. И она воспитала еще и внуков, то же самое. Она мне говорила, что Матвей... Мотик она меня звала, да, что ты будешь только художником, больше ты никем не можешь быть. А, да так она и говорила. Она так говорила. А почему? Как художник? Она была очень... Ну, это как пророк, она такая была мудрая, она все видела насквозь. И вся вот любовь, она людям всегда помогала, где только можно было. Она вот такая у нас была. А вот, ну, скажем так, папа, отец, как много времени он проводил с вами? Он художник. Художник – это человек свободолюбивый, это человек, который любит больше отдаваться своему творчеству. А вот на вас хватало у него какого-то времени? Я понимаю, вам хочется хорошее говорить об отце, но все-таки, объективно. Я вам скажу объективно, да. Он даже, знаете, брал меня в мастерскую, я там ему убирал немножко, о том, что ему, он был, как и я сегодня, не очень это волновало, как бы, да. Я всегда убирал, и все. Когда показывали работы в мастерской у отца, то я ставил, я знал, какую ставить. Так что он меня брал в мастерскую, и я был очень счастлив. Он хотел, чтобы вы были художником? Нет, он никогда не, он вообще никогда не говорил, что надо порисовать, в жизни такого не было, в самом деле. Он считал, что это должно плыть, если это плывет, это плывет. А насильно, а мне не надо было уговаривать, я, знаете, даже была такая вот ситуация, у отца дома были краски закрытые, и я рисовать хотелось, у меня, видимо, тогда, может, не было в тот момент, не знаю. Маленький еще был, не знаю, 7 лет, может, и я подделал, или нашел ключик, и, в общем, залез туда, взял краски и рисовал. И вот он, отец приходит, все понял, поругал меня, но ему понравилась работа, так что это было вот так. Вот у нас сейчас на стенде, мы попросим еще показать, это жена ваша, это ваши работы, и это ваша жена. То есть мы отца, немножко разом еще вернемся и к теме отца, и к теме семьи, и вот ваша жена. Кто она по специальности? Она экономист, замечательный экономист и замечательный человек. Мне повезло в жизни, что у меня есть такая жена, она меня понимает, она меня... Она любит вашу живопись? Она очень любит мою живопись, да. И она ее понимает. Она понимает вас, как вас странного художника, который любит быть один. Она все понимает, единственное, она просит в выходной, ну, может быть, сегодня ты не пойдешь, там, в воскресенье поработать, потому что вот так вот. Побыть дома. Да, чтобы она помочь. Ну, а что же вы делаете в этой ситуации? Вы идете на встречу жене и на встречу с сердцем? Если она очень просит, я не могу, я не могу, как бы, ну, я ей говорю, ну, мне же надо работать, у меня высыхает краска, там, ну, то есть мы как-то вот так. Ну, она у меня просто умница. Понятно. Золотая. Злата-золотая. Да, и вот я хотел еще одну работу показать, и на этом, как бы, мы перейдем, тогда можно будет еще. Вот работа, которая, вот мне показалась очень такая, знаете, ну, схваченная, схваченная. Это тоже какой-то близкий вам человек? Это очень близкий мне человек, это мать моей жены и мать Беллы Мироновой, которая мне всегда помогает здесь, в Нью-Йорке, она помогает организовывать выставки, там мой менеджер вот на этом этапе, она все время все делает, все-все организовывает. А это я была больная уже мать, и я уже начал писать портреты, потому что я много лет не писал их, как-то было, у меня разные периоды, я меняюсь, все время ищу. А вот помимо картин я возьму, это за полчаса написанный портрет, вот, и это вот так, то есть она уже больная, но тут, как бы, она думает о чем-то, тут вот такая вот этюд, но он, как бы, имеет какой-то... Не, ну, очень такой глубокий, мне кажется. Спасибо. Я что хотел спросить вас, скажите, вот я знаю, что, ну, это как бы классическая история, когда, что Ван Гог не написал ни одного портрета своего брата Тео, который, в общем-то, финансово содержал его и помогал в жизни ему выжить, а он не написал ни одного портрета. Как вы думаете, чем это можно объяснить? И для вас важно писать близких, стоящих, сидящих и находящихся с вами людей? Да, я очень жалею, что я не написал родителей, особенно отца. Мать, я как-то писал этюды, а вот отца я стеснялся. То есть мне было преодолеть, что я перед отцом таким мастером, а я еще ничего не умею, стать, написать этюд, хотя я уже писал их, портреты. Я очень жалею вот этого. У меня есть несколько набросков живых, которые я делал с натурой. Вот это я жалею, что у меня не получилось. Я люблю писать портреты, сейчас. У меня, я говорю, у меня все время меняется, сегодня я это люблю. Я их делаю очень быстро, за полчаса, 40 минут максимум. Но для этого вы, наверное, должны прежде человека прочувствовать. Конечно, у меня должно быть настроение. Вот если нет настроения, не получится. Не получится, потому что я художник, в общем, настроение. Это не рационально, вот такого подхода. А вот есть ощущение, я его напишу. Но отец, когда отец ушел? В 93-м году. В 93-м году, это 15 лет назад. Да, в 93-м. В это время вы уже были художником. Да, вот тогда я делал его наброски, но я стеснялся и так далее. Но ему нравились ваши работы? Да, ему очень нравились мои работы. Но у вас было ощущение страха перед сожжением отца? Да, это всегда. Я всегда стеснялся его и старался не показываться. И, в смысле, не показывать какие-то работы. Я его боялся с точки зрения... Он бы не ругал, нет. Но мне было это всегда, да. Я говорю, я очень жалею, что я не преодолел этот страх написать портрет. Сейчас бы я это сделал с удовольствием. Какая любимая тема у вас? У вас есть какие-то... Вы говорите, вот сейчас... Да, да. А сейчас... Знаете, я занимаюсь... Но есть какие-то пронизывающие? Вы сказали, вот еврейская тематика, да? Она пронизывающая. Это основная тематика, библейская тематика, это моя основная. Но наряду с этим у меня сегодня я очень люблю пейзажи, очень люблю тему любви. Это, знаете, для меня очень важно, человеческие отношения. Сейчас мы попросим показать еще несколько работ, которые у нас есть. Вот, пожалуйста, вы тоже сможете комментировать. Опять, видите, вы пара. Вот у вас с отцом роднит желание взять две индивидуальности и рассматривать. Здесь есть возможность, когда ты так берешь, характер человека, взволнованность, вот эту любовь, трепет, понимаете? Старайся... Есть название этой картины? Это... Я, честно говоря, призабыл. Ну, есть, конечно, название, но призабыл. То есть, это, грубо говоря, Ромео и Джульетта. Это вот чистая любовь. Вот-вот-вот. Я вот стремлюсь к такой теме, в этой теме показать человеческие отношения, трепет. Вот, понимаете? Но вам больше нравится писать юных, юные создания или уже не очень юные? Сейчас мне нравятся юные, это правда. Даже, знаете, может быть, 15 лет люди. Я люблю эту тему сегодня. А вот из своего детства нам будут показывать картины, мы будем смотреть их. Из своего детства. Вот есть какие-то эпизоды, которые... Вот еврейская семья, вот вы росли в Беларуси, в таком еврейском месте. Есть какие-то такие самые-самые-самые яркие воспоминания? Вот сейчас у нас такой очень впечатляющий пейзаж. Пейзаж. Знаете, самом деле, откуда у меня появилась тема библейская? Я так всегда сам задумываюсь. Я нашел какие-то детские свои рисунки, когда к бабушке моей, когда мне было, может, я не знаю, 9-8 лет, и к бабушке моей приходили такие старые евреи. И она им... Вот это тоже юные, да? Да, вот этот трепет, вот этот вот, как бы, он даже не может, он боится дотронуться до этого волос, понимаете? Вот мне хочется передать трепет. Если это удается, нет, это судить вам. То есть, понимаете? Да, они очень такие, они дышат, мне кажется, эти картины. Да, вот тут, то есть, это встреча такая, это первая, как бы, любовь. Мы все это переживали, каждый человек это переживал. То есть, человеческое отношение. Вы, когда рисуете, вы устаете? Потому что, когда такие картины, мне кажется, когда такие картины создают люди, вот опять, посмотрите, они настолько воздушные, они настолько легкие, что, мне кажется, ну, это и есть профессионализм. Такое ощущение, что это пишется так, знаете, вот так, вот человек летит, сам летает и пишет. Да. И здесь не трогает. Это такая композиция, это как бы восторг красоты Божьего создания. То есть, вот они смотрят на эту природу, это может утро, может вечер, я не знаю, это все равно. То есть, они, вот они держат этого ребенка на руках, и они, вся семья удивлена этой красотой. То есть, вот это как-то. Скажите, а это как-то связано с Беларусью? Вот ваши картины каким-то образом напоминают мне где-то Шагала. Вот где-то что-то, я, естественно, это, я не могу сказать, что у вас совершенно своя манера, но, но, вот эта вот романтичность, это, может быть, там произрастает там где-то в Беларуси? Конечно, конечно. Видите, это вот тоже семья, и тоже они оба держат этого ребенка, и это вот эти отношения. А, да, маленький. Да, маленький там ребенок. То есть, вот эти отношения, ну, взволнованности, трепета, то есть, вот все вот здесь, это как бы хотелось передать. Я, извините, я недорассказал, вот бабушки приходили, вот эти старики. Я делаю рисунки их, я их нашел. Вы знаете, я даже там, в этих набросках, сегодня узнаю тех стариков, которые я делаю сегодня. То есть, вот, оказывается, это с 8-7 лет во мне было, и я уже это питал. То есть, я наблюдал, как они приходят. У меня есть ряд таких картин. Бабушка сидит, старик сидит, я маленький. Даже я сделал такую вот композицию. То есть, я это впитывал вот так вот. Она давала эти копейки, чтобы помолились там за дедушку в синагогу. То есть, это было вот так. Ну, вот вы так рассказываете, что если бы я не жил в Советском Союзе, то у меня было бы ощущение, что там какое-то такое особое райское место, где еврейство пествует, еврейство лелеет. Что это так и было? В смысле? Это ведь Белоруссия была Советской Республикой всегда. И еврейство, в общем-то, не всегда божило. Как всюду, конечно. В Советское время, да, мы были все одинаковые. Как вы в Москве, так я в Минске. Но в то же время вы рассказываете, вот как-то у вас в семье соблюдались какие-то традиции еврейские? Ну, я даже вспоминаю, что мать моя, когда перед пейсах надо было покупать мацу где-то. Но в Советское время я и говорю. Сейчас это про свободу. Сейчас привозят и все. Да. Так ходили куда-то там в какой-то район, там около озера в Минске, там, Сторожовка такая, это еврейский район был. И там подпольно, тихонечко пекли эту мацу, и потом тихонечко давали, его там продавали. Это было вот так, да? Сегодня перед пейсах люди приходят и берут эту мацу, и все замечательно. А вот отец, у него у тебя много еврейской тематики? У него вот так, ну, как бы, несколько работ есть таких. Но он все равно, это еврейский, конечно, художник. Ну, вот у вас больше. У меня каталог вашего отца, это, ну, психологический, но я практически, да, философский, но практически я не вижу здесь тематики еврейской. Ваши картины, которые я смотрю вот в том же самый каталог, ваш каталог, очень много есть вот этой библейской тематики. Это английская тематика, это моя... Чем это объясните? Я не знаю, я очень люблю эту тему. Я изучаю, я читаю каждый день Тору, я молюсь, мне это очень помогает. Вы религиозный человек считаете себя? Ну, знаете, все традиции соблюдать я не могу, я не могу. Но то, что я могу, я делаю, да, я молюсь Господу, я прошу Его поддержку. Это пришло в последние годы или это было как бы всю жизнь? Нет, всю жизнь, знаете, бабушка рассказывала мне о Господе, что вот там так написано в Торе, вот это, потому что ее не было. Когда я был маленький, мы же не знали этого ничего. Это было под запретом, как вы знаете, и даже язык изучать невозможно было. То есть это было в советское время вот так. Но вот и все. То есть это происходило вот так. А чем занималась ваша мама? Мама моя была парикмахер. Она, знаете, на самом деле работала по две смены, чтобы как-то обеспечить семью, потому что отцу всегда было трудно заработать. Он был вот такой, какой он есть. Работы не продавались, да? Работа. В советское время очень мало это покупалось. Это было всегда непросто. И поэтому мы жили не очень, как все, впрочем, люди. Люди тогда жили все очень бедно. Вот. Ну и мать работала по две смены, чтобы накормить семью, обеспечить. Это было вот так. Где работают отца сегодня? В Беларуси. Они где-то в коллекциях, в музеях? Они в коллекциях. Или у вас дома? Они у нас в семье. У меня есть, я говорю, родной брат. Это у нас вот так. И мы готовим, я говорю. А много работ вообще у нас? Да, много работ. Слава Богу, работы есть. Они, может, по количеству, это не такое большое, но они большого размера есть. И вот я надеюсь, что состоится выставка через несколько лет в музее частных коллекций, в музее изобразительных искусств имени Пушкина планируется такая выставка. Вот. Поэтому вот так вот. То есть, как бы, вы смотрите и вы видите, как бы, оптимистично видите картину, связанную с работами вашего отца? Я надеюсь. Я надеюсь, что... Это сейчас на подъеме каком-то? Да. Интересно, по крайней мере. Я думаю, да, потому что это было под запретом в то время. Сегодня это большой интерес к этому искусству. Потому что, мне кажется, у художников всегда самое большое, мне так кажется, проблема, ну, как бы, для кого я все это создаю? У отца было это ощущение? Нет, у него было ощущение, конечно, для людей это все. И он хотел выставляться, чтобы его выставки были. Он мечтал и в Москве тогда выставиться, и в других местах. Вот. Поэтому он хотел, чтобы это были люди видели. Но тогда это было очень трудно. Знаете, у меня есть картина, там где-то вот я нарисовал отца, и сзади груз его, картины. То есть это вот такая. Потом есть картина, где я нарисовал отца, и мы держим картину, и я ее так назвал. Ну, что Басов опять, это типа мать, говорит, она стоит рядом там. Что, Басов опять картины не взяли на выставку? То есть это было вот так. Сегодня, слава богу, мы показываемся, работаем. Сегодня нету проблемы, да? Нет, мы выставляемся, художник может выставиться, член Союза художников, он, его не имеет права даже к никто, кто бы захотел придраться, если там выставкома. Ну, кто-то пытается, но это, я говорю, на уровне изобразительных, то есть вот этих дел. То есть чисто зависть какая-то у кого-то может быть, и там помешает кто-то, художник-художник. Ну, а так выставляемся, пожалуйста. То есть нету какой-то, ну, скажем так, мы медленно с вами переплываем в новые русла. Нету идеологической, ну, я знаю, цензуры, я не знаю, цензуры или нецензуры, или как бы контроля за художественными выставками? Знаете, я выставляю все свои работы, а у меня же, наверное, разные есть, есть и еврейская тема, я всегда могу показать это, я делаю персональные выставки, нет проблем. И у нас многие художники, вот меня не взяли, допустим, на выставку там выставком, ну, может быть, он как бы еще не совсем с точки зрения творчества бывает, бывают ошибки какие-то чисто художники. То есть вы считаете, что в данной ситуации превалирует только мастерство и только профессионализм? Я не знаю такой вот ситуации, когда вот то, о чем вы говорите, я не знаю. Я знаю, что художник может показать, если у него выставка где-то за границей, и есть у него финансовая возможность поехать туда, берет визу и поехал. То есть вот так. Ну, вот вы слышали о том, что наверняка там инцидент, который был в Москве, с картинами, которые Москва не хотела посылать за рубеж, там, целующиеся милиционеры и так далее. А, ну да, да, да. Да. Как вы считаете, это такая картина имеет право на жизнь? Имеет право. Я считаю, что это имеет право. Понимаете, вообще искусство любое, если оно создается, люди должны его видеть. И уже время отберет. Это правильно? Или там можно... Знаете, каждому можно придраться. Мне это вот не нравится. Это твое индивидуальное. Но, в принципе, существовать искусство должно всякое. А время все отберет, все поставит на свое место. Да. Это очень интересно звучит. Тем более, что, уважаемые телезрители, у нас сегодня гость приехал из Белоруссии. Белорусский художник. И, как я уже говорил, мы имеем сегодня возможность немножко поговорить и о самой Белоруссии, и о ситуации, как живется художник сегодня в этой стране. Поэтому, сразу после рекламы, мы продолжим нашу встречу с Матвеем Басовым, художником из Белоруссии. И продолжим вот эти вопросы, которые, мне кажется, многих из вас, особенно тех, которые приехали из Белоруссии, и те, которые интересуются искусством, наверняка хотели бы тоже знать. Давайте посмотрим рекламу. Сеть магазинов Манзари объявляет последнюю распродажу летнего сезона. Норковые шубы, дубленки, изделия искусства. Продаваться со скидкой от 5 до 70%. В новом сезоне таких цен не будет. Бруклинский магазин Манзари расположен по адресу 1696 86 улица между 16 и 17 авеню. В Чикаго магазин Манзари находится по адресу 153 Вест Данди Роуд в Буффало Гром рядом с рестораном Версаль. Изделия от Манзари великолепны. Я сын папаши Карла Буратино, вам расскажу о тех, кого люблю. Про Кагановских Лазаря с Элиной. Я к ним иду, всегда когда скриплю. К ним с медикером бегает тортила. И с медикейдом ходит дуримар. Их плата пол Нью-Йорка излечила. Бегут к ним все, кто молод и кто стар. Ошен Медикал Плаза представляет, а вы даже представить себе не можете, как больных людей они делают здоровыми. Посмотрите на меня. Я Ливон Аганезов. Я в Америке бываю очень часто. У меня здесь дети, внуки. Но я приезжаю не только к ним. Я приезжаю проверить свое здоровье у докторов Кагановских. И благодаря им я чувствую себя молодым. Так что спасибо докторам Кагановским. Ошен Медикал Плаза. Золотые ключи к вашему здоровью. Мудрые решения даются легче, если планировать будущее заранее. Историческое и престижное еврейское кладбище Bethel предлагает специальную программу по предоплате участка с постоянным обслуживанием. Это поможет вашим близким избежать повышенных расходов в будущем. Позвоните представителю Bethel и получите информацию на русском языке. Если планировать будущее заранее, мудрые решения даются гораздо легче. Сердце человека создано для любви, а не болезни. Несколько лет тому назад Татьяна, к сожалению, не понаслышке узнала, что такое больное сердце. Были и слезы, и отчаяние. А надежду и исцеление ей подарил доктор Михаил Капчиц. Правильно ведь говорят, что если после разговора с врачом вам не стало легче, это не врач. А вот Михаил Капчиц – врач. Он возвращает людям здоровье и радость жизни. Кардиолог Михаил Капчиц. Сердечный человек, сердечный доктор. С вами Борис Стенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». Вначале такое небольшое объявление. В прошлый раз, неделю тому назад, на нашей передаче, был представитель еврейской организации «Раджи». Звали его Михаил Бялик. И он рассказывал о том, что зачастую программа, которая называется «Родители вслед за детьми» и «Родители посещают Израиль». И эту помощь и оказывает, и содействует этому всему еврейская организация. Несколько человек позвонили после передачи и просили меня сказать телефон этой организации, общественной организации еврейской, которой можно было бы связаться и посоветоваться, как лучше это сделать родители вслед за детьми, путешествуя по Израилю. Специальные программы. Поэтому я сегодня указываю телефон, по которому вы можете позвонить Михаилу Бялику. 917-855-01-21. Я повторю еще раз. Михаил Бялик, еврейская организация «Раджи». И телефон 917-855-01-21. Звоните и путешествуйте по Израилю вместе с специальной программой этой организации. Это то, что касается объявлений. А мы с вами продолжаем встречу с художником Матвеем Басовым. Художником, который приехал, живет, не приехал, а живет, живет в Белоруссии. А приехал к нам, он просто в Америке, он бывает раз в году. И был вот сейчас на выставке своей в Вашингтоне. Сейчас он в Нью-Йорке, завтра уезжает в Минск. Матвей, скажите, пожалуйста, вот вы приезжаете сюда, как долго вы находитесь в Америке? По-разному. В этот раз я три месяца. Три месяца. Я был сначала в Европе. А какой принцип вашей работы, какой ритм вашей работы? Вы что, в это время не работаете, вы отдыхаете, копите? Даже вот некоторые работы, что вы сейчас показывали, это написано здесь. А, уже вот здесь. Да, да. То есть, вы с собой возите краски? Нет, я здесь покупаю краски, здесь очень хорошие краски. Я работаю здесь. У меня здесь не хватает времени, наверное, еще больше, чем в Минске. А, да. То есть, потому что хочется что-то увидеть, я имею в виду музеи, и надо работать. То есть, вот такой ритм очень-очень напряженный. А вот вообще в Минске, вот мы, давайте немного поговорим о Минске. Выставка в Минске, вот как, чья инициатива вот этих всех выставок сегодня в Белоруссии? Это союз, по-прежнему, союз художников Белоруссии? Нет, да. Это твои персональные выставки. А, в принципе, это от тебя зависит. Если ты хочешь, пожалуйста, ты можешь каждый год, можешь два раза в год выставляться в галереях. Но это ты сам оплачиваешь? Или союз художников это поддерживает? Союз художников, конечно, если может, поддерживает, да. Но выставляться можно, если у тебя есть желание, выставляться можно очень много. Во-первых, проходят несколько раз в год групповые республиканские выставки, где ты можешь показать свои какие-то экспериментальные работы, если ты хочешь. То есть, я стараюсь показывать. Сейчас мы посмотрим небольшой такой минутный фрагмент. Это снята любительская видеокамера, поэтому, если вам покажется, что качество не очень хорошее, значит, мы простим и поблагодарим людей, которые это снимали. Покажите нам, пожалуйста, этот фрагмент. Это вот выставка в Минске, да? Да, это у меня было в израильском посольстве, там израильский культурный центр. Вот такая была библейская выставка, то есть, это вот что связано с этой темой. Вот разные на эту тему работы. Как много людей приходит? Ой, там было очень много, даже в коридоре, там, тут как-то так заснято, не все видно. Но, в самом деле, там было очень много, много, очень много. Бывает, в Нью-Йорке меньше прибыл, потому что, если жарко, люди тоже не очень хотят идти, или дождь, там. А с чем вы объясняете? Скучно? Нет, не скучно. Или людей с времени больше, или что? Где у нас там? Да. У нас, нет, не скучно, это просто людям интересно, любят искусство, очень. Большинство людей, которые вот здесь, я тут, по-видимому, какие-то, любят с камерами. Да. Что это за люди? Телевидение, там телевидение. Нет, это понятно. А вообще, вот публика, что это? Это интеллигенция. Это интеллигенция, в основном это интеллигенция, там и режиссер есть, там и там, в общем, собраны такие вот люди, которые любят искусство. И простые люди тоже приходят. Сейчас мы попросим показать на экранах ваших телевизоров номер телефона, по которому вы тоже можете звонить в студии, участвовать в разговоре, задавать вопросы нашему гостю Матвею Басову. И комментировать, если у вас есть что-либо сказать, или Матвей, и вообще связанное с этим художником и жизнью Белоруссии. Пожалуйста, у телефона на экране 201-461-1384. Звоните. Матвей, ну вот я бы хотел немножко все-таки, как бы, о жизни в Белоруссии. Я тоже жил в Советском Союзе, я знаю, как бы, эти постоянные ограничения, которые возникают. Вы спокойно можете поехать в Нью-Йорк, вы поехать можете в Америку, у вас никаких проблем нет, там, выезда, въезда. Вот, вот, хорошо, завтра вы возвращаетесь в Минск, вы прилетаете в аэропорт, въезжаете в Минск. Вам, вас будут допытывать, где вы были, чего, приходили ли вы на контакт по понедельникам, теледачу, телевидение. Да это просто, ну, я не знаю, откуда у вас, если такое вот близко, этого ничего нет. Я свободный человек, я совершенно, когда мне надо, я беру, иду, обращаюсь, чтобы мне дали визу, мне дают визу, я уезжаю, я езжу. Не надо в Европу, я иду в Европу. Это касается только вас или любой гражданин Белоруссии может иметь паспорт и поехать к международной паспорте? Любой гражданин Белоруссии имеет такую возможность, но это единственное, только если есть у тебя на это средства часто ездить, значит ты, а если нет, значит ты едешь редко. Сейчас люди очень много ездят у нас в другие страны, в Европу, на курорты, слава богу. А вот еврейская тематика, это сегодня поощряется, это сегодня модно или это сегодня лучше не надо? Я думаю, что модно это никогда не было, то есть вот даже в Америке это не очень, я считаю, что это, ну, понимаете, я без этого, я это делаю даже, может быть, не для заработка, вот чисто вот для этого, потому что это всегда труднее продается такая тема. К сожалению, да, ну, я могу такой пример привести, у Марка Шагала тема простая и тема еврейская, она, еврейская всегда была дешевле, вот как ни странно. Это, это есть такое, поэтому нет, нет, это вот так, понимаете, еврейская тема, я делаю ее с работой. Да, делаете, да, вот работаете, то есть вы же не задумываете о том, это продается подороже. Будет это продаваться и когда это будет. Меня это совершенно, вот вы знаете, финансовый вопрос, наверное, я не очень, как многие люди, как говорится, люди, я, что-то финансовый вопрос у меня всегда второй вопрос или если не двадцатый, честно. А жену вашего, первый вопрос, это или второй? Нет, меня, например, потом, может, если бывают там какие-то затруднения, ну, редко очень, то это как раз меня больше волнует, чем ее. Она меня, наоборот, всегда поддерживает и в любых вопросах тоже. А у вашей дочери висят ваши картины? Конечно. И все на библейскую тему, там у него и Моисей, и Аврам, и с книгой есть такая. Я эти работы, кстати, давно не показывал на выставке, наверное, как-то надо будет показать, потому что людям всегда это нравится. Ей нравятся эти работы вашей дочери? Да, да. Зятю моему очень нравится. Она сама рисует, дочь ваша? Она здорово рисовала, она так рисовала, что мне так жалко, что это прекратилось. Она так чувствовала цвет, дедушка восторгался ей, то есть это было вот так. И потом пришел период, как-то вот у нее это прошло, не знаю, жалко, очень жалко. А в каком возрасте это прошло у нее? Я думаю, когда уже стало больше сознания, когда больше понимает. Это произошло, может, 14 лет вот так, к сожалению. Да, у нас есть итальянская медаль минскому школьнику, но об этом мы поговорим после того, как мы поговорим с нашими телезрителями. Алло! Да, пожалуйста, Бертас. Да, я могу говорить уже? О, спасибо. Можете говорить, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, я Берта, родом с Бобруйска, жила все время в Бобруйске. Вы мой земляк. Спасибо. Я очень рада, что я сегодня могу с вами поговорить. Скажите, пожалуйста. Вот, скажите, пожалуйста. Вот вы часто ездите в Минск, у меня там родственники есть. Да. Да. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как сейчас в Минске жизни? В каком плане? Что значит жизнь? Продукты есть? Ну, как они там живут, материально, морально, как, спокойно. Спокойно совершенно, все спокойно, материально, все нормально. То есть, ну, цены такие же, я думаю, как в Нью-Йорке, ну, примерно, да. И как в Москве, поэтому это все. И зарабатывает, как в Нью-Йорке и в Москве? Нет, конечно. А как тогда кто же покупает все это? Нет, на жизнь людям хватает, слава Богу. Это не богатая страна. Естественно, как все постсоветские страны, они все, ну, как даже Россия сегодня, которая, в общем, богатая уже, можно сказать, там, такие ресурсы и такие денежные поступления. И то, ведь люди по-разному живут. Так и в Беларуси это все одинаково. У многих в Беларуси, ну, спасибо, Берт, за звонок. Скажите, ну, в Беларуси у многих есть родственники, близкие за границей, живущие в Америке, в Израиле? Конечно, конечно. Очень многие и звонят, и переписываются, то есть, это все, конечно. А можно было бы так, как бы, понять, почему вот кто-то уехал, а кто-то не уехал? Вот, например, ваше окружение. Ну, знаете, это, каждый человек всегда принимал такие решения для себя. Я, например, считаю, что для меня это, я люблю ездить и возвращаться. Ну, как настоящий еврей, только в дороге хорошо. Да, да, это здорово, когда есть такая возможность, если она, дай бог, чтобы это было всегда, чтобы можно было, и я очень люблю, я считаю себя человеком вот так. Если можно так сказать, мира, это было бы здорово, если вот так вот. Больше путешествует, больше художник должен очень много ездить, и поэтому, и во многих странах показываться, показываться и работать. Вот у меня есть копия такой информации, которая была 13-летний минский школьник Матвей Басов стал обладателем награды, которая присуждена ему в Италии. Воспитанник из-за студии Дворца пионеров и школьников, 13-летний. Вот вы говорите о том, что ваша дочь на каком-то этапе вдруг перестала этим интересоваться. Ваш брат на каком-то этапе тоже перестал как бы идти в это. Вы могли бы определить, почему вот этот 13-летний мальчик стал художником Матвей Басов, а у них этот интерес пропал? Знаете, это такой вопрос, может быть, где-то я, может, виноват. Хотя я иду по тому же пути, как шел отец. Он считал, нельзя ребенка заставлять, и это правильно. Может, надо было где-то заставлять, не знаю. Это ушло, значит, так должно было быть. Но, кстати, раз вы затронули такую тему детского воспитания, меня она очень почему-то волнует. Я часто даю мастер-классы в Белоруссии для детей. И очень меня эта тема всегда беспокоит. Я хочу, чтобы дети правильно развивались, потому что зачастую в школах ставят какие-то предметы и говорят рисуй, и вот это все воспитание. А что такое правильное воспитание? Вы могли бы сформулировать, что такое правильное воспитание? Знаете, если бы у меня была возможность, я бы взял сейчас вот эту ручку и вам сделал набросок и показал, как... То есть ребенок, вот если, я думаю, людям будет это интересно, мое мнение, чисто мое, ребенок должен, если он начинает рисовать, он должен не то что карандашом, это один момент, он должен сразу работать цветом. И цветом так, чтобы цвет к цвету работал, и белой бумаги, чтобы не оставалось. Это, опять, я говорю, свое мнение, чтобы... Не важно, карандашами или маслами, или акварелью. Лучше акварелью. Я считаю, что до 14, нет, до 13-14 лет надо работать акварелью. Даже гуашь я не приветствую, честно говоря, мне кажется, это... А чем это, почему акварель? А потому что гуаши сделать легче. Вот взял, и линии не растекают, ребенку это легче. Но акварель, это классический материал, он был еще когда-когда, понимаете? И поэтому акварели труднее, но зато, если ты уже научишься уже к этому возрасту, это будет здорово. А где надо учиться? У хороших, да, было. Вот маленький мальчик, ну, например, 3 года, 5 лет, у нас очень многие сегодня наши зрители, у них есть дети, внуки, и им бы хотелось, может быть, прибить это. Что, надо отправляться, куда искать мастера? Надо, конечно, педагог должен быть художником, хорошим. Хотя бывает, и он может быть не очень таким интересным художником, но правильно преподаваться. Понимаете, нельзя сушить, нельзя требовать с такого возраста уже делать академию, уже делать реально. Ребенок, он должен быть свободным и поиски цвета, и формы, и пятна. То есть, я так понимаю, может быть, я... То есть, чем более непонятный и сумасшедший рисунок, тем он вам больше нравится, считается, правильно? Конечно, понимаете, ведь Господь дает, ведь все дети талантливые, вот возьмите, дайте мне любого ребенка, он у меня начнет рисовать через 2-3 сеанса, то есть дня, понимаете? Все очень талантливые. Начнет рисовать, секундочку, а что такое начнет рисовать? Начнет писать, я имею в виду. Да, я понимаю, но передавать какие-то чувства, какие-то... Его надо правильно направлять, потому что все дети очень талантливые, Господь всем дал талант, но потом кто-то теряет его, а кто-то у кого-то это остается. Вот, и потом, когда он рисует, пускай играет музыка классическая, это очень взаимосвязывая. Музыка это очень помогает, и водить в музеи, показывать разные искусства. А вы когда работаете, музыка звучит? Обязательно. И какая музыка, классика? Классик, я очень люблю классик. Моцарт, Битхоин. То есть, все время фоном идет, все время музыкальный фон идет? Обязательно. И если я немножко, бывает, надо отдохнуть, я ставлю Высоцка, я очень люблю, или там Бардов, вот такого плана, Галичи. Я это обожаю. А вот ребенка надо водить в музей? Надо, обязательно надо водить в музей. Вот, вы могли бы сказать, например, в каком возрасте, какого художника пока, например, Ван Гога, в каком возрасте надо показывать? Это можно с двух лет. С двух лет. Конечно, ребенок это почувствует, наверное, лучше, чем его родители. А Рембрандта с какого возраста показывать надо? Рембрандта чуть можно позже, может, пять-семь лет. Но уже надо водить, надо именно с такого возраста надо водить. Пусть ему даже не интересно, он отвернется. У него постепенно в памяти это все будет отложено. И водить, 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 и показывать, объяснять. Даже если он не рисует? Просто так. Так обязательно. Если он не рисует, это никакой, это не имеет значения. Просто культура, понимание искусства, значит, человек другой ведь становится. Искусство это... У вашей дочери есть дети, у вас есть внуки. Да, у меня трое внуков, слава богу. Ну, и вы им не занимаетесь, скажем так. Почему? Занимаюсь. А как вы занимаетесь? Вот когда приезжаю, занимаюсь. Ну и как удается? Сколько им лет? Ну, старшему четыре с половиной. Ну, это еще маленький. Ну, уже все работают, и три с половиной девочки работают. Ну что, вы сажаете и делаете? Да, вот так за столом. Класс. Вот это вот, 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 вот так вот. Они сами начинают все. Здорово. Дети все талантливые. Вот не упустить, не упустить момент, чтобы... На самом деле, не обязательно, чтобы все даже рисовали. Но пробовать и показывать искусство, это необходимо. Человек другой. Он не будет тогда преступником, когда он вырастет. Он будет другой. Понимаете? Это очень важно. Очень важно. А вы знаете таких людей, которых бы, ну, знаю, знакомство с живописи, знакомство вот с этим искусством изменило? Ну, конечно, конечно. Вы знаете таких у вас? Простой человек, он имеет какую-нибудь специальность, я не знаю, совершенно простую. А он любит и понимает и чувствует, как будто, вот, непонятно. Значит, где-то была какая-то среда. Вот то, о чем я вам сейчас говорю. Если вот эта среда создается, человек будет всегда любить и понимать искусство. Он тогда и в 30 лет пойдет в музей, и в 40, и он будет другой, он будет возвышенный. Он тогда будет на многое смотреть по-другому. Смотрите, вот интересная такая деталь. В Нью-Йорке есть музей Метрополитен, да, музей. И там есть экскурсоводы на русском языке. Они, главным образом, это бывшие работники музея Эрмитажа, музея Пушкинского музея и так далее. Несколько человек, они работают там. Каждую пятницу, это, кстати, вам, зрители, будет тоже очень интересно. Каждую пятницу в этом музее, в Метрополитен музее, мне кажется, в 11 утра, ну, может быть, это в час дня, это просто надо уточнить, проводится на разных языках экскурсии. В 11 часов или в час, я не помню, но точно в пятую пятницу приходит экскурсовод русскоязычный, прекрасный. И там есть каждый столбик, вот этого столбика на русском языке, вот этого на китайском, вот этого на греческом, там, или на немецком и так далее. И собирается группки и отправляется в 11 часов, отправляется на экскурсию. Я был несколько раз. У русского столбика один-два человека. Никого. Я разговаривал с экскурсоводом. Почему так? Не знаю, то ли не знаю, то ли что. Не знаю, наверное, не знаю. Но почему знают на немецком языке? Почему знают на французском? Почему знают на китайском? Вы видели, какой там китайский собираются толпы и слушают? То есть, как вы это объясняете? Понимаете, я не согласен, что русские, допустим, меньше любят искусство. Как раз, наоборот, на мой взгляд, русские люди очень всегда интересовались. Вспомните, в Москве какие были выставки, всегда толпы. На самом деле, ведь искусством всегда интересовались. Поэтому вот этот факт, я думаю, это просто люди не знают. Хорошо, что вы об этом сказали. Теперь люди будут интересоваться. Да, может быть. Давайте мы послушаем кого-нибудь из наших телезрителей. Бостон Алла. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, прекрасно. А я выключила телевизор, чтобы лучше вы меня услышали. Да, пожалуйста. Значит, у меня такой вопрос к художнику. Пару лет тому назад здесь, в Бостоне, в одном из городков вокруг Бостона, была выставка еврейского художника на еврейскую тему. Ну, мы, конечно, пошли, помчались, поехали. Это очень интересно. И что вы думаете? Опять 25. Опять жилеты. Опять пальцы засунутые за жилеты. Опять пейсы. Опять свечи. Ничего нового. Как вы думаете, за это время что-то произошло с евреями? Или так оно и будет всю жизнь? Пейсы, жилеты и свечи. Как вы думаете, есть специальная еврейская тема сейчас или нет? Хорошо, спасибо большое. Очень хороший вопрос. Но прежде чем вы скажете ответ, Матвей, я хотел сказать, что я жил в Израиле. И многие израильтяне, настоящие коренные израильтяне, хотели бы поехать в Россию, Украину, Белоруссию, посмотреть, откуда приехали их родные и близкие. И когда они возвращались в такие экскурсии, кстати, в Америке то же самое, я разговаривал с американцами, то же самое. Они говорили, слушайте, невозможно. Вся экскурсия состоит из синагог, кладбища и каких-то еще. Мы хотели видеть современную жизнь. Теперь отвечайте, пожалуйста, на вопрос, который из вас. Ну, вы знаете, я, в общем, соглашусь с человеком, с Аллой, да. Понимаете, это очень часто пользуются художники таким приемом. Вот нарисует вот эти вот, допустим, вещи характерные, и он думает, что это еврейская тема. Я не хочу никого критиковать, но еврейская тема, это не значит, что надо показать пейсы, а вот сердце показать, понимаете. Но она уже не отличается, еврейская, мусульманская, христианская. А вот если тебе удается, это очень хорошо. Надо сказать, понимаете, это не должно быть вот литературно. А то, что вот Алла сказала, это литературно. Я согласен с ней, я против вот такой литературы. Это должно через философию идти, понимаете, через мудрость. Через, вот изучая, может быть, даже Талмуд, вот посмотрите все это. Там нет этого вот так, там совсем другое. Вы понимаете, еврейская тема, это не только черный, значит, цвет. Я, например, его вообще в одежде не считаю, мне не нравится, я стараюсь цветом. А у вас есть кумиры, я не знаю, или люди, на которых вы, для которых для вас являются вот примерами, а не за учителями? Конечно, конечно. Вот вы называли сегодня Ван Гога, для меня Ван Гог это, ну, наверное, номер, ну, хотя нельзя сказать, вот номер один, номер два. Я очень люблю Рембрандта, Пикассо, Шагала, Пэна, Сутина, Марк Ротко, который прожил всю жизнь в Нью-Йорке. Это замечательный художник, он из Беларуси. Вот, понимаете, сколько Беларусь дала миру искусств. Послушаем Григория из Нью-Йорка, что он думает. Да, Григорий, здравствуйте, вы с нами в студии. Да. Добрый день. Добрый день. Я просто случайно включил, я сам художник-профессионал. А не надо случайно, включайте каждый понедельник в 10.30. А, вот видите, даже я так не знал. Да, пожалуйста. Как не знал, я вот три дня назад был в Метрополитенном музее, не знал, что есть русская экскурсия, которая рассказывает на русском языке. Я в первый раз, а 16 лет в Америке, в Нью-Йорке. Вот там и ответ. Хорошо, Григорий, большое спасибо. Спасибо, да. А вы художник сами, да? Очень приятно, вот, коллегу своего видеть, я сам, то, с Киев, хотя 16 лет живу в Америке. Вот, и интересный разговор о русско-еврейской теме и так далее. Но я вот включил где-то минут 15 назад, а картины художника Басова будут показаны? О, мы показывали, показывали, показывали. Ну, давайте еще буквально мы попросим. Спасибо, Азбанок. Я об этом, что многим это интересно. Да, мы показывали уже, много показывали. Мне кажется, там еще осталось парочку. Покажите, пожалуйста, буквально вот минуту. Ну, это и показывает чудо. Пожалуйста, это что? Это этюды Бруклина, это как бы... А это вот здесь, да, так сказать, перерывы между серьезными картинами и еврейское тело. Совершенно верно. Вы рисуете Бруклин. Да, это Бруклин, это вот такие этюды, это вот видите, Брайтон, это... Это Брайтон, да. Ну, Брайтон, и нету метрона вверху, или это есть метро? Там просто дома... Мы говорим о той характерности, что если еврей, так с пейсами, если Брайтон, так обязательно. Вот еще, кстати, очень интересные этюды. Это этюды, да. Это тоже Нью-Йорк. Это, знаете, Фараквей. Фараквей, да? Да, да, вот. Вот такая обученная. Это быстрые этюды. Человек, наверное, хотел видеть картины, композиции, если... Вот, пожалуйста, вот есть каталог, который ваш. Да, 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 очень хорошая работа, мне нравится. Да, 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 это вот такой вот, ну, чисто еврейская его интересовала, ну, другой раз. Ну, еще, это другой раз, да. А у вас есть веб-сайт, да, спасибо большое. Да, у меня есть веб-сайт. Можно, скажите на словах, как он звучит, давай. Да, сейчас, пожалуйста, вы можете... Это здесь, да? Да, да. Где? Где, 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 где? Вот мой веб-сайт, email. А, это email. А ваш веб-сайт? Нет, веб-сайт я специально не делал. Специально не делаете? Почему? Ну, вот пока еще не делал. Не знаю, может быть, вот после этой поездки мне очень надо было много, и, наверное, я приду к этому. Ну, потому что, когда у тебя есть веб-сайт, и темы уходят, и другие, как бы, ну, понимаете, поэтому... Ну, сегодня, как бы, многие художники... Ну, я сегодня уже и пойду на это, уже я соглашусь. Ну, видите, наши телезрители хотели бы, может быть, больше, видите, знать о Бас. Да, 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 конечно, конечно. Ну, в любом случае, уважаемые телезрители, вы можете набрать на интернете, можете набрать Матвей Басов, Матвей Басов в гугле. И вы почитаете об этом художнике, узнаете многое еще из того, что мы с вами не успели рассказать. Матвей, я желаю вам хорошего полета, творческих удач. Чтобы все у вас было так, как вы хотите. И чтобы в Беларуси вас величали как великого, хорошего, белорусско-еврейского художника. Спасибо вам большое. Чтобы все у вас это сбылось. Ну, а вам, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что большое спасибо и вам, что этот час мы провели вместе с передачей. И, как вот заметила одна из наших телезрителей, очень хорошо, что вы призвали всех улыбаться. Я теперь всегда буду заканчивать и буду говорить вам, и давайте начнем нашу неделю с улыбки. С вами был Борис Тенцер и программа «Контакт понедельника». Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!